По вечерам темнею По вечерам мы остаёмся в твоём Где я и город Но даже вдвоём Но даже вдвоём В объятиях твоих Я снова одна Но пойми я всегда одна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тритория finale Шиплит создавал DimaTorzok А сегодня он расскажет свою историю Как он вообще очутился здесь в Новой Галазии этим вечером for sure is a story about strange records for sure is a story about forbidden kultures И, конечно же, это история о запрещенной культуре. И это история о холодной войне. Но я надеюсь, вы согласитесь, что это еще история о том, что до какой степени важна музыка, что она влияет музыка. Кто здесь любит музыку? По-настоящему, по-настоящему. Это легкий вопрос, поэтому мы знали ответ. А у кого музыка изменила жизнь полностью, тотально, сто процентов? Мало, мало людей. А кто кушает? Кто кушает? Я не знаю. Для меня это очень личная история. Это история, как я очутился пять лет назад здесь, в Петербурге. И это история о культуре, которая зародилась здесь, в Ленинграде, в Петербурге. Но перед тем, я расскажу историю, позвольте еще один вопрос задать. Или даже мы, знаете, с вами проведем эксперимент. Вы вот зря пришли сегодня, потому что это экспериментальная история. «Пол и тишина, пожалуйста». Особенно всех. Закройте глаза. И подумайте об одной песне, которая, вот, самая важная в вашей жизни. Это может быть песня о том, как вы ложились спать в детстве, или о ваших детях, или о маме, о папе, о ком угодно. То, что вас по-настоящему трогает. Самая важная песня в вашей жизни. У вас есть пять секунд. Одна, одна песня. Закройте глаза. Не забывайте. А вы, ну что, готовы? У вас есть эта песня в голове, да? You got it. What's your song? Расскажите, пожалуйста, вашу песню. Какая это? Это песня о моей маме. А что это за песня? Это песня на татарском языке. На татарском языке песня. Я буду говорить, чтобы больше было. Она называется Аберляния. Эта песня называется на татарском языке. Я люблю эту песню. Но вы не знаете. Горджо, пожалуйста. А какая? I know why. I know why. So do you. Right, now listen, Горджо, tell me this. If you had to buy that song tomorrow. If you need to buy this song tomorrow. From the internet, from Apple, from iTunes. The person finishes with iTunes. Сколько вы за него платите? How much would it cost you tomorrow? Yeah, you're a song by your house. He will sing by himself. He wanted to buy it, yeah. Okay. So anyway. Let's ask other person. Who's gonna tell me a song? Yeah. Yeah, yeah. Wonderful World. Wonderful World. A great song. If you had to buy that tomorrow from Apple. If you had to buy that tomorrow from Apple. How much are you going to pay for it? How much are you going to pay for it? One million bitcoin. One million bitcoin. Right. So listen. How about this? How about something changes? The internet dies. The internet dies. The government changes. The government changes. The government changes. They take away music. They take away music. You can no longer listen to It's a Wonderful World. And you can no longer listen to your favorite song. You can no longer listen to it. You can no longer listen to it. Ever. Right. Now, how about this? I can sell you a wonderful world. Well, Steven, he's a Russian bourgeois. He has a record. He has a record. He has a record. He offers you. How much now? How much now? How much now? How much now? He can just play. He can't just play. He doesn't care. How much. How much? A lot. A lot. A lot. A lot. Let's say with a lot. Because we are the same. They don't care about it. Listen. The main thing is. How much is music worth now? And the very important question that we have asked today is How much is music worth now? About a time when music mattered so much. Потому что это история про то время, когда музыка только стоила человеку, так была важна, что люди готовы отдать свою свободу, свободу за эту музыку. Пять лет назад он был со мной здесь, в Петербурге. Мы организовали концерт группы The Realty's The Well в Петербурге. И на следующий день он пошел с кем-то на машинный рынок. И он нашел странную пластинку в одном месте, в одном месте кто-то продавал ее. Никто не знал, что это такое, даже человек, который продавал это. И он принес эту пластинку домой, в Лондон привез, и он купил, не знал, что это такое, и попробовал поиграть на своей грамоте. Но самое странное в этой пластинке было то, что когда он посмотрел на нее, потому что она слишком тонкая. И он увидел вот это, то, что на экране. Это была песня, записанная на рентгеновскую снимку. И когда он увидел вот эту вещь, да, он понял, что он обязан разобраться, что это такое, кто это сделал и как он это сделал. И для него вот эта вот конкретно, эта пластинка стала порталом, как для Алиси, да, порталом в какой-то странный мир. И это было окно в совершенно другую культуру, которую он не знал до этого, которая не была ему близка. И он стал исследовать, и он знает, что для вас, многих, эта история близка, но вот то, что он узнал, он сейчас расскажет. В советское время, когда революция произошла, конечно же, это произошла не только просто революция, но еще и культурная революция. И это было просто неимоверное время, вот сразу после революции, когда появился термин ВОПС, и появилось огромное количество очень странных людей, которые занимались электронной музыкой в то время, и которые какие-то строили машины, которые делали оркестры электронные, непонятно что творилось. Это было до такой степени более прогрессивно, чем на Западе в то же время. И то, что он понял, как он выяснил, что когда двадцатые подходили к концу, все эти люди, которые этим занимались очень с энтузиазмом, они попали в андеграл. Потому что Сталин, конечно же, приходит в куласть, и все это поменялось. Понятно, что саундтрек революции стал музыкой, которую любят конкретно Сталин и его друзья. Я не знаю, как здесь, но в Англии, если Тереза Мэй скажет, что слушает людям, то не факт, что люди послушаются и будут это все слушаться раз в раз. И, значит, вот это все исследование показало, что мы точно знаем, что диктаторы не любят джаз. Ни левые, ни правые. Потому что это слишком сложно для них, потому что это слишком много свободы в этих звуках. И джаз стали запрещать в Советской России. Но когда стала война, мы все объединились, британцы и русские. И джаз опять перешел в Питер. Вы могли прийти в кинотеатр и послушать саундтрек с джазовыми музыкантами. Но эта война закончилась, началась более холодная война. И он узнал, что вот этих людей, например, с фотографии, невозможно было услышать уже в России. Но я могу понять, что это, потому что это холодная война. Потому что, вероятно, они сказали, что вы, русские, мы, британцы, мы враги. Да, но это понятно почему, потому что мы были врагами, и понятно, что запрещали врагов. Но я также обнаружил, что эти люди не позволяли быть. Для него стало очень странно, когда он узнал, что вот этих русских людей вам нельзя было слушать, нам нельзя было слушать. Баланова, Петр Лошенко, люди, которые пели в России. Люди, которые пели песни о вино и любовь. И даже пели песни о страдания работающих классах. Эти люди ничего такого запрещенного как бы не пели. Они пели про любовь, даже про борьбу рабочего класса. То есть непонятно почему. Но потом Стивен понял, что окей, Петр Лошенко, как бы он жил за границей, и его как бы считали предателем. Окей, он понимает почему. Но вот почему эти люди запрещенные? Вадим Кузин, огромный советский стар. Он песен в Кремле, он песен для тропов на фронте. Этот человек, Вадим Кузин, он был суперзвездой, он пел в Кремле. Вообще, все его знали. И Аркадий Северный тоже, он не мог выпускать свои альбомы. Потому что он не был членом союза композиторов или союза художников. И он просто писал музыку, которую любят обычные люди. Блатную музыку. И стало просто запрещаться очень странные вещи. Даже не только песни по огромным спискам, как вот этот список. А прямо буквально самбо, весь стиль запрещили. Или просто саксофон, как музыкальный инструмент, взяли и запретили. Огромный пласт музыкальной культуры был запрещен или какой-то неофициальный стал. И это было музыка, которую люди любили. И это многое из этой музыки было то, что люди по-настоящему любят. Но, правда, Стивен хочет добавить, что музыка, которая была официально разрешена, она тоже часто была очень хорошая. Это не значит, что плохое и хорошее. Мы не делим ее. Но жуткость в ситуации, проблема в том, что была какая-то музыка. Можно слушать, разрешали. И ты можешь любить ее, не любить. Но это запрещено. Это разрешено. Это странно. И, конечно, что-то должно было измениться. Как-то должно измениться была ситуация. И что-то изменилось прямо здесь, в Ленинграде. Произошли изменения резкие. Пионеры. Люди, как Руслан Богословский и Борис Тайгин, учились, как сделать свои собственные записки о запрещенном музыке, которую они могли поделить или продать с друзьями. И появились люди, например, Богословский или Тайгин, которые научили, их было много, больше на много, которые поняли, каким образом можно записывать музыку и делиться этой музыкой с другими людьми. Некоторые энергичные люди и гений, как Богословский, научились, собрали такие машины, которые технология пришла из Запада, но они сами собрали эти машины. И это как раз такая машина для записи. Это как граммофон, но только не проигрывайте, а наоборот записывать треки. И самое интересное, что он знал, что материалы, которые записывали эти люди на этих машинах, музыку были эти x-ray. Давайте посмотрим. Это картинки боли и страдания, и со звуками радости и удовольствия. Это фотографии внутреннего мира, реально внутреннего мира, советского. И запись сверху в музыке, которую они в секрете любили, и секреты записаны на эти кости. They are thin slivers of DIY punk protest. Это очень тонкий слой ДНК протеста, панковского протеста в советское время. Но вы можете спросить, Стивен, как вы нашли это? Вы можете спросить. Давайте спросим вместе. Стивен? 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 И мы очень рады представить Руди здесь, с нами сегодня. И Руди рассказывал нам очень много о том, как они занимались записью этой музыки с Русланом и Тайгеном. И как они вообще теряли свободу за то, что они делали, как они несколько раз попадались и теряли свободу. И что она началась здесь, а потом распространилась по всему Советскому Союзу, по крупным городам. И это история, когда реально люди записывали музыку на Косте была везде в России. Можно выключить этот цвет и мы послушаем Руди. Спасибо. Спасибо. Руди. 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 Нет денег, нет фигментов, нет друзей, ничего. Начинаем снова. Это не только для денег. Это были хорошие, романтические разведки. Я бы хотел быть люди, которые привлекают культуру к другим людям, к другим людям. Я бы хотел сделать это. Я пытался сделать это даже сейчас. Вот он! Спасибо. Мы дадим слово Руди чуть позже, и мы скажем большое спасибо всем, кто нам помогал. Другой герой нашей истории. Коля рассказал нам историю, как-то было в то время быть молодым парнем, который хочет слушать рок-н-ролл, который ищет его и находит на каких странных местах их продаж. И как это бывает, когда ты идешь и тут видишь какого-то торговца с запрещенкой, и он показывает тебе что-то непонятное в кармане. У нас вот здесь торговец с запрещенкой, и вы с ним можете еще пообщаться. Кто-нибудь уже купил сыр? Да, вот этот сыр. Французский. Коля один раз вышел на улицу, купил диск, пришел домой, поставил на граммофон своей мамы, взял иголку и так медленно отпускает ее. И что он слышит? И это то, что он слышит. Это то, что он слышит. Закройте глаза, и я тебя покажу. Вдруг я тебя познакомлю. Помните, всегда быть верным. Я думаю, что это правило сказать, что Коля не здесь, но я думаю, что это правило сказать, что в тот день, мир изменился. Для него в этот день, он бы сказал, он нам говорил, что этот день изменил его мир, его внутренний и внешний мир настоящий. И музыка изменила полностью его жизнь. В этот самый момент, конкретно. И мы спросили, Коля, что тебе вот эта музыка значит? И он сказал одно слово. Свобода. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И культура раздавать музыку друг к другу переместилась на магнитные альбомы, да? А дальше вообще на кассетнике. Кто-нибудь здесь знает, помнит, как распространялась бутлекерская музыка, запрещенка на аудиокассетах? Кто-нибудь сталкивался с этим, да? Не слишком много. Не слишком много. И мы начали выяснять, что происходило все это время. Не только когда это было на костях, а все до конца, до начала перестройки. И мы очень рады, что с нами сегодня специальный гость. Который сможет немножко сказать несколько слов про этот период истории. Итак, я закончу. 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 Я все до конца.